Вениамину Кондратьеву Любовь Попова передала доклад о состоянии гражданского общества на Кубани. По ее словам, общественная палата Краснодарского края вошла в десятку лучших в России. В регионе удалось наладить открытое общение между властью и общественниками. Благодаря общественным советам качество оказания услуг в социальной сфере, оно держит вот эту ситуацию на максимальном контроле. И сегодня это болезненная тема оказания качества, именно качества оказания услуг в социальной сфере. На самом деле сегодня есть хороший диалог между общественной палатой края и администрацией края, органами местного управления. Есть та площадка, которая должна создать условия для того, чтобы и максимально активные члены нашего общества и власть могли встречаться, обсуждать проблемы и находить решение. Если мы говорим, что мы гражданское общество, что мы активное гражданское общество, вот выжидательная позиция, позиция, что кто-то придет и сделает за нас, она неверная. Она тупиковая, эта позиция. Поэтому я считаю, что сегодня мы должны нацеливать и все гражданское общество, и жители края особенно, в частности, за то, что мы сами и создаем свою жизнь. Есть взгляд со стороны, причем взгляд независимых общественников. Общественников, которые не принадлежат ни к одной партии, которые и не проявляют интересы к каким-то выдвинутым кандидатурам и так далее, а просто смотрят со стороны именно населения. Здесь можно работать с властью по поводу контролирования, а как тратятся деньги бюджетные, а как расставляются приоритеты в интересах населения. Общественные советы созданы в каждом районе края. Они оперативно реагируют на жалобы населения. Чаще всего люди обращаются с вопросами о необоснованном росте тарифов ЖКХ. Вениамин Кондратьев заметил, что общественная палата региона реально влияет на решения местных властей в пользу жителей городов и станиц.